Доброе утро, Якутия! На календаре сегодня 24 октября, день недели вторник. Я надеюсь, что новая неделя даст вам еще больше позитива и новых свершений. Ну а мы, как всегда, подготовили для вас интересный выпуск. Сегодня мы вам расскажем о ювелирных трендах. Далее эту тему продолжим с участием нашего приглашенного гостя в рамках стартовавшей на прошлой неделе недели ювелирного искусства, которая проходит в эти дни в столице региона. Узнаем, что дает это мероприятие для ювелирных мастеров и куда попадают ювелирные изделия высокого класса. Кстати, сегодня у нас будет необычный эфир. Моим соведущим станет журналист с большим опытом. Кто это, узнаем об этом далее. Помимо этих сюрпризов, мы традиционно покажем в нашей рубрике даты и события книжная полка, говорим правильно и также узнаем про новые маркетинговые ходы якутских предпринимателей и затронем тему здоровья, а поговорим мы сегодня о важной такой теме, как об инсульте. Об этом недуге нам расскажет наш приглашенный гость во время нашего сегодняшнего эфира. Так что оставайтесь вместе с нами. Не забываемся подписываться на наш телеграм-канал «Утро Якутия». QR-код видите на экране. И по традиции давайте же узнаем, какая же погода сегодня нас ожидает за окном. На 6 часов утра в центральных районах от минус 11 до минус 3 градусов, в Заречной группе от минус 11 до минус 2, в Южных от минус 5, в Вилюйской группе минус 6, минус 1, в Нижнеленских минус 14, минус 8 градусов, в Западных минус 6, минус 5, в Колымо-Нигирской группе Лусов минус 17, минус 5, в Янских минус 16, минус 13 градусов, на Северо-Западе минус 16, минус 6. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляет минус 8 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра артурного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем ожидается небольшой снег, ветер западный 2,7 метра в секунду, температура воздуха минус 3, минус 1 градус в конце 7. Ну а мы продолжаем тему погоды. Ледяная красота. Житель села Нелемного Верхнеколымского района Иван Миронов запечатлел на видео образовавшиеся на поверхности реки ясачные ледяные цветы. Такое явление довольно редко говорят специалисты и возникает во время морозной ночи при большой разнице температуры и воздуха. При этом не должно быть ветра и снега, так как при малейшем изменении погоды такой лед разрушается. В эти дни ночная температура воздуха в Верхнеколымском районе отпускается до минуса 17 градусов. И если вы случайно запечатлели интересное явление природы или просто какой-нибудь забавный случай на свой телефон, смело отправляйте нам на нашу редакционную почту, адрес которой вы видите на своих экранах, и мы обязательно это покажем. Ну а сейчас мы дадим слово нашим коллегам и скоро снова к вам вернемся. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. В следующем году в Россию смогут приехать больше иностранных работников. Правительство каждый год устанавливает квоту для трудовых мигрантов, приезжающих в страну по визе. В следующем году на работу предлагают принять более 155 тысяч таких иностранцев. Существующие миграционные проблемы, в том числе и рост преступлений и напряженности в обществе, в большей степени связаны с приезжими из Средней Азии, отметил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Квоты, которые выделяет Минтруд, повышают обоснованно по заявкам работодателей. Действует принцип приезда по запросу, который должен распространяться на весь миграционный процесс. Для бесперебойной доставки товаров в Северные Улусы два года назад начали создавать торгово-логистические центры. На сегодняшний день логистические центры Якут Оптторга располагают продуктами питания, предметами первой необходимости, овощами и фруктами, а также товарами местного производства. В настоящее время готовится отправка в поселок Зырянка. Кроме доставки, предприятие занимается сортировкой овощей. Также Якут Оптторг отпускает продукты населению в розницу по оптовым ценам. Благодаря совместным усилиям сотрудников предприятия сегодня жители Верхнеколымского Улуса получат продовольствие по доступным ценам. С 2021 года наша компания начала строительство торгово-логистических центров. Если первые торгово-логистические центры были построены в Абыйском и в Устьянском районе за счет республиканского бюджета, то последние наши объекты уже получили поддержку Федерального министерства развития Дальнего Востока. И в ближайшее время... Сейчас у нас действует шесть объектов. И до конца этого года мы должны ввести в Булунском районе, в Тикси и в Жиганском. Участников спецоперации хотят наделить правом получать статус инвалида войны. Согласно законопроекту, статус инвалида войны смогут получить лица, направлявшиеся для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой, Луганской, Народных республик, Запорожской и Херсонской областей. При условии, если они стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания в период ведения там боевых действий. Также депутаты предложили уточнить норму, по которой работники, помогавшие выполнять задачи СВО, могут получить статус ветерана боевых действий. Сразу три театра Якутии вошли в Лонгли с золотой маской. Это Театр коренных малочисленных народов Севера, Саха-театр имени Аюнского и Театр Лонхо. Об этом сообщает пресс-центр Минкультуры Республики. В числе самых заметных спектаклей сезона, по мнению экспертного совета, названы в чаще Театр коренных малочисленных народов Севера, постановка Аюр Саха-театра и спектакль Хардачи Берген театра Лонхо. «Золотая маска» — это российский театральный фестиваль весной каждого года, представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России. Ну а мы в эфире «Утро Якутии» и, как я обещала, в начале эфира ко мне присоединилась моя соведущая. Это журналист и просто обаятельная собеседница Зоя Игнатьевна. Зоя Николаевна, доброе утро. Спасибо большое, что вы к нам пришли. И спасибо большое, что встречаете это утро вместе с нами и с нашими телезрителями. — Доброе утро, Лиза. Спасибо. С НВК связана почти вся моя жизнь, можно сказать. Я начинала здесь в «Полярной звезде» редактором, работала с юнкорами. Потом в тандеме с режиссером Антониной Новгородовой у нас были телевизионные проекты. «Свой стиль», «Новый день», «Девять мус», потом был спрос. И затем с Марией Федотовой мы делали «Открытые сердца». Так что здесь нами ВК «Мое сердце». — А в какие годы вы начали работать в этой культуре? — Самое начало, по-моему, 2002-2003. — А как пришли вы в саму журналистику? — В журналистику я пришла, можно сказать, со школы, потому что я затрудничала с молодежкой, писала и выходила в «Пионерскую зорьку», по-моему, на российском радио. — Ничего себе. — Это было давно. — Ну, это очень здорово, на самом деле, то, что до сих пор вы этим занимаетесь, и то, что до сих пор это актуально, на самом деле. Зоя Николаевна, у нас каждый раз проходит... Мы рассказываем про даты и события этого дня. Вы знаете, какие у нас сегодня праздники или какие-нибудь знаменательные даты? — Да, я знаю, что сегодня. И вообще на этой неделе отмечаю тебя День ювелира. И, кроме того, началась неделя, приуроченная к Всемирному дню борьбы с инсультом. — Но мы об этом, конечно, еще сегодня успеем поговорить. А сейчас давайте же узнаем, какие же еще даты и события сегодня у нас будут. — Хорошо. На календаре 24 октября. Сегодня отмечают День организации объединенных наций, Международный день школьных библиотек, Всемирный день борьбы с полиэмилитом, День подразделений специального назначения вооруженных сил России и День памяти погибших испытателей ракетно-космической техники в России. По народному календарю сегодня Филиппова конетель. На Руси на Филиппа обычно начиналась конетель. Так люди называли распутицу и грязь на дорогах. Важное значение для этого дня имел снег и лед. По снегу судили о будущих прибылях. Если он лег на сырую землю, но не растаял, Весной можно было надеяться на хороший доход. Этот день в истории. В 1648 году, после трехлетних переговоров, 24 октября, В Мюнстере был заключен Вестфальский мир, Положивший конец 30-летней войне. В 1897 году в этот день в России проведен первый официально зафиксированный футбольный матч. В тот день на плацу 1-го кадетского корпуса встретились команды Василия Островского общества футболистов и кружка любителей спорта. Футболисты спорта проиграли Василия Островцам за счетом 6-0. В 1935 году на Спасской башне Московского Кремля установлена первая пятиконечная звезда. Над Кремлем вместо двухглавых царских орлов появились пятиконечные звезды. Первая звезда была установлена на Спасской башне 24 октября. В 1950 году в этот день в Советском Союзе создан армейский спецназ. 24 октября военный министр, маршал Советского Союза Василевский издал директиву, предписывающую сформировать 46 род специального назначения штатной численностью по 120 человек. С течением времени структура и количественный состав армейского спецназа менялись не один раз, но суть его предназначения в принципе оставалась всегда одной и той же. Они предназначены для контртеррористических действий, действий по розыску, задержанию особо опасных вооруженных преступников, ликвидации преступных групп, освобождению заложников и проведения других специальных операций. В этот день родились Парацельс, швейцарский врач и алхимик, Вильгельм Вебер, немецкий физик, Даниэль Сваровский, австрийский предприниматель, основатель Хрустальной империи Сваровски, Серго Орджоникидзе, советский государственный политический деятель, Аркадий Райкин, советский актер театра эстрады и кино, режиссер, юморист, народный артист Советского Союза. В этот день также родилась Надежда Троян, советская разведчица, кандидат медицинских наук, герой Советского Союза, Венедикт Ирофеев, советский писатель, Динара Асанова, советский режиссер, засушенный деятель искусств Российской Федерации. Имени на сегодня у Александра, Анатолия, Антона, Зинаиды, Илариона, Иосифа, Исаакия, Льва, Макара, Моисея и Филиппа. Доброе утро, Якутия! Мы желаем вам здоровья и сейчас о чем поговорить, а именно об этом. И сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой неврологии и психиатрии Медицинского института Северо-Восточного Федерального Университета Татьяна Яковлевна Николаева. Доброе утро! Правда ли, что инсульт является одним из главных болезней, у которой приходит смертность? Да, вы правы. Инсульт занимает почетное в кавычках место как причина смертности у населения после инфаркта миокарда. Инсульт является основным убийцей человека. А что говорят цифры в статистике? К сожалению, количество инсультов не снижается, но благодаря программе федеральной по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями мы наблюдаем тенденцию к снижению смертности от инсульта. И если сказать такими сухими цифрами, то каждые полторы минуты в нашей стране у кого-то случается инсульт. То есть в год где-то 450 тысяч человек заболевает этим тяжелым заболеванием. В Якутии 2,5 тысячи в среднем в год заболевают инсультом. Татьяна, я говорю, что же такое инсульт? Что это за состояние такое? Инсульт переводится как удар. Это острое нарушение мозгового кровообращения. И оно приводит к гибели участка мозга и приводит к смерти больного или к стойкой инвалидизации. Где-то в 80% это происходит. И только 20% людей, которые перенесли инсульт, возвращаются к прежней жизни. Это очень тяжелое заболевание, связанное с сосудами головного мозга. Есть инсульт ишемический. Он чаще встречается. Это закупорка сосуда мозгового. И есть инсульт геморрагический. Это разрыв сосуда. Вот вы нам так подробно рассказали, что такое инсульт. А как, к примеру, заметить прединсультовое состояние, если оно у тебя или у кого-то из близких? Я считаю, что каждый гражданин должен знать о первых признаках инсульта, чтобы вовремя оказать медицинскую помощь. Первыми признаками инсульта может быть слабость или онемение, чаще половины тела или лица, языка. Кроме того, может внезапно возникнуть головокружение, резкая головная боль. В некоторых случаях, если инсульт происходит в вертебробазиллярном бассейне, может быть двоение, нарушение зрения, нарушение даже поведения, может быть, нарушение речи. То есть симптомы многообразные. Если хотя бы два из этих перечисленных симптома есть, появились у человека внезапно, нужно просто, не откладывая ни секунды, звонить в скорую медицинскую помощь. Не звонить знакомому врачу или участковому терапевту, надо вызывать в скорую медицинскую помощь. А можно ли перепутать инсульт с каким-то другим заболеванием? Да, конечно. Есть заболевания неврологические, которые имеют сходные симптомы. Например, это менингиты, энцефалиты. Ну, у них, конечно, этиология воспалительная, поэтому, как правило, происходит на фоне высокой температуры тела, те же неврологические симптомы. Либо это могут быть демилинизирующие заболевания, они тоже так внезапно наступают, рассеянный склероз и так далее. Да, особенно в молодом возрасте есть другие патологии нервной системы, которые по своим симптомам схожи с инсультом. Вот вы уже сказали, что если происходит инсульт, то тогда нужно вызывать скорую помощь. А какую-нибудь первую помощь может оказать человек, если он увидел, что у человека инсульт? Ну, во-первых, он должен быть рядом, зафиксировать время, уложить его на безопасное место, чтобы он не получил. Посмотрите, есть ли у него зубные протезы, чтобы не запал язык, чтобы не было дополнительной асфиксии и так далее. И расстегнуть рубашку, дать приток воздуха. Но никаких таблеток, ничего нельзя давать. Тем более, если это не медик, да, рядом. Ну, рядом может оказаться любой человек, включая детей, например, да. Вот, поэтому основная задача – это, конечно, быть рядом, обезопасить человека и дождаться прибытия скорой медицинской помощи. Есть факторы риска возникновения этого заболевания? Да, есть и теологические факторы, то есть те заболевания, которые вызывают инсульт, да. Ну, 90% – это, конечно, заболевания сосудов. Атеросклероз, да, артериальная гипертония, высокое кровяное давление, да. Говорить о факторах риска, конечно, надо, потому что именно коррекция факторов риска поможет предотвратить инсульт, потому что мы понимаем, что атеросклероз – это стопроцентное заболевание генетическое, все подвержены атеросклерозу. Гипертония тоже встречается очень часто, чьи половина взрослого населения страдает повышенным кровяным давлением, да. Но они не должны заболеть инсультом, если они будут правильно лечиться, да, следить за своим здоровьем и исключить факторы риска. Фактором риска прежде всего относится гиподинамия, повышенная избыточная масса тела, относится гиперлипидемия, то есть высокий уровень холестерина, стрессы – тоже немаловажный фактор риска, да, сахарный диабет. Очень много сейчас приводит факторов риска, включая, например, недостаток положительных эмоций, отсутствие семьи у человека, да, вот, низкая зарплата – это тоже стресс, да, то есть уровень жизни очень влияет. Вот, и хочу вот еще подчеркнуть и остановиться на одном моменте, что у нас стало очень много полных людей, а вот ожирение – это фактор риска. И так по клиническим рекомендациям кардиологов, например, да, надо следить за окружностью талии. То есть у мужчин талия должна быть менее 94 сантиметров, да, чтобы избежать инсульта, а уже ищен 8-10 сантиметров, да. Большое вам спасибо за такую интересную беседу. Вам хочется пожелать, конечно же, удачного дня и самое главное – это здоровье, да, и сейчас это для нас очень важно и актуально. Это очень важно. Спасибо большое. Зоя Николаевна, но у нас еще есть одна рубрика, не менее интересная, чем все остальные, она называется «Говорим правильно». И сегодня мы узнаем о происхождении слова «картошка». Отлично. Было бы интересно и вообще здорово, что вы придумали эту рубрику. О правильной речи надо говорить чаще. Доброе утро, дорогие телезрители! Строки из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина прекрасно отражают осеннее настроение. Но мы с вами не будем унывать, а лучше поговорим о том, как в русском языке у одного из любимейших овощей, россиянами любимейших овощей, появилось два названия – «картошка» и «картофель». Дело в том, что слова «картошка» и «картофель» являются однокоренными синонимами. Они имеют абсолютно одинаковое значение, но различаются стилистически. Слово «картофель» принято употреблять в официальной речи, например, в средствах массовой информации и в документах, например, в меню. А вот «картошка» – это слово свойственно обыденной бытовой речи. И, кроме того, у слова «картошка» есть еще и производные, которые мы часто тоже употребляем. Например, «картошечка». «картошечка» – «давайте говорить правильно, всего доброго». Вы знаете, Лиза, я всегда удивляюсь, как вы, утренние ведущие, с самого утра выглядите очень бодрыми и звучите очень звонко. Как вам удается быть в голосе с самого утра? Для этого, конечно, мы проделываем ряд небольших упражнений, которые предлагаю сейчас показать вам и нашим телезрителям. Отлично, давайте. Начинается у нас все, конечно же, с дыхания, чтобы кислород у нас попал в организм, и чтобы мы немножечко взбодрились. У нас существует вообще, в принципе, три вида дыхания. Это ключичное, грудное и диафрагмальное. Какое мы будем делать? Мы будем дышать, как говорится, в народе животом. То есть, когда мы дышим, у нас должен живот надуваться, как шарик. Поэтому давайте попробуем, ручку положим, и как будто надуваете шарик. И выдыхайте ртом. И в это время живот втягиваем. Да, он, получается, сам уходит. Если у кого-то немножко кружится голова, это ничего страшного, потому что люди непривычны к этому, да, непривычны к этому. И также еще утро, организм еще не проснулся, поэтому небольшое головокружение, и это совершенно нормально. Дальше мы делаем следующее упражнение также на дыхании. Мы делаем три коротких вдоха, и на звук «З» выпускаем. Вот, и можно также на разные звуки, на «З», «Ж» и на «С». Давайте на «Ж» попробуем то же самое, да? И раз, два, три. Интересно, почему именно на эти звуки надо обратить внимание? Ну, потому что эти звуки, они, во-первых, согласные, они не дают там еще пока что открыть сильно рот, и они, можно их протянуть. Допустим, уже мы звуку «Б» не можем же протянуть, а вот эти вот, они как бы наполовину шипящие, там вот «С», можно их протянуть. Дальше мы начинаем разрабатывать свой рот. Для этого нужно сначала, конечно же, это покусать язык, кончик языка, бока и корень. Поэтому так уверенно, прям, конечно, сильненько, но не так, чтобы прям вольно было. Следующее упражнение, это упражнение называется «Футбол». «Футбол» — это мы, когда кончиком языка толкаем щеку. Одну и другую. И сразу за этим идет упражнение «Маляр», когда мы кончиком языка вводим по верхнему небу, как кисточкой. Вперед-назад. И также еще много разных упражнений. Если бы время у нас было бы побольше, конечно бы, я бы еще много чего показала. Но думаю, что этого тоже достаточно для того, чтобы пробудиться утром. Да, отличное упражнение. А вообще зубы, зубы, поскольку мы закончили этим, да, зубы наши, все действительно, и дикции, и тембр, и темп. И высота, и вообще все зависит от зубов. Да, хорошая дикция и даже общее самочувствие не только с утра, зависит от состояния зубов. Что же делать, если зубы неровные? Сегодня, к счастью, современная медицина предлагает множество способов исправить природный дефект. Наша коллега Дарья Аккехова побывала в стоматологической клинике, где и рассказали о передовых технологиях по исправлению зубов. Большинство ортодонтических проблем начинается из-за неправильного развития челюсти. Если вы думаете, что неправильный прикус и кривизна зубов – это просто некрасиво, то вы ошибаетесь. Аномалия опасна неравномерным распределением жевательной нагрузки. При пережевывании пищи рушится не только зубной ряд, но и суставы. Чтобы сохранить здоровье и выглядеть отлично, откладывать с ортодонтическим лечением не стоит. В нашем городе появляются современные методики, изменившие привычный взгляд на стандартные стоматологические процедуры. Одна из них – это 3D-сканирование. Новый ультрасовременный скаймер Айтера заменяет нам традиционную процедуру снятия слепков. Визуализация состояния полости рта пациента происходит в течение очень короткого периода времени. Визуализация происходит сразу, и человек может увидеть все свои проблемы, если они есть, в одно единственное посещение. Действительно, очень удобная вещь, особенно если это касается таких процедур, как установка брекетной системы, ведь эта динамика происходит не так быстро, и необходимо следить за ней на протяжении долгого времени. И в этом случае этот сканер будет очень так визуально точно показывать, как смещаются ваши заболевания. Да, и это очень мотивирует пациента выполнять все рекомендации врача. Ну и если говорить о Марине, вот какую рекомендацию, помимо того, что, конечно, нужно излечить кариес, а вот что касаемо прикуса и вот все-таки неровных зубов? Мы предложим ей ортодонтическое лечение в двух вариантах. Традиционное на брекет-системе, либо мы можем предложить ей лечение более современное на данный момент, на котором лечится весь мир, это элайнеры. Брекет-система существует очень давно, аж как бы люди о них широко наслышаны. Это такая стандартная система, индивидуализация ее определяется, естественно, врачом, то есть мы подбираем брекеты по техническим характеристикам в зависимости от ситуации, приклеиваем на специальный клей на зубы, причем брекеты по стандарту всегда приклеиваются на оба зубных рядах. Очень редко бывает, что мы можем, если условия позволяют, поклеить их на одну челюсть, но обычно мы клеим их на два зубных ряда с целью улучшения положения зубов, нормализации положения зубов, и после того, как они нормализуются, выравниваются, соответственно, мы проводим коррекцию в плоскостном соотношении, чтобы получить именно идеальный прикус. За счет стандартизации, как бы в среднем, время лечения у нас занимает полтора-два года. Керамические брекеты бывают монокристаллические и поликристаллические, поэтому при соблюдении всех правил диеты, которые рекомендует ортодонт во время лечения, то проблем не бывает. Не должно быть, да? Не должно быть. Это просто эстетика, да? Это эстетика, она вот подходит для людей с высокими запросами эстетики, очень удобно. Единственное, что на нижней челюсти, возможно, да, скулы происходят, это не очень удобно. Но поправимо. Но поправимо. Система лайнеров, это система кап, то есть вот так она выглядит на зубах, очень незаметно, аккуратно снимается, человек может есть любую пищу, принимать любые напитки, к которым он привык, и затем мы одеваем их назад. И меняя их с определенным режимом, каждые две недели в частности, человек в течение года приходит к своей идеальной улыбке в среднем. За счет индивидуализации, то есть у нас лечение на элайнерах происходит в цифровом варианте до того, как пациент начнет лечиться. И туда интегрируются полностью все данные его сканирования, все данные его, данные компьютерной томографии, и врач как бы может перемещать зубы вот так в режиме реального времени, так как это действительно будет перемещаться. Существуют ярко выраженные аномалии, которые требуют какого-то радикального подхода, это либо с удалением зубов, либо подготовка к ортогнотической операции, то тогда, конечно, лучшим решением будет применение традиционной брекет-системы. То есть бывают такие случаи, все индивидуально. Ну а после такой серьезной темы давайте немного отвлечемся. Реклама по-деревенски. Житель села Битюннамского района продает кисломолочный напиток «Бырпа», который он сам назвал «Совесть» необычным способом. Бутылки с напитком он оставляет возле дороги в ящике. Чтобы купить, надо просто оплатить по мобильному банку все реквизиты, указанные на бутылке. Любопытный способ торговли. Кстати, мы можем поздравить автора этой рекламы с Днем рекламщика, поскольку он отмечается тоже сегодня. Нашим коллегам-журналистам, находчивым пенсионерам, сказали, что товар берут спокойно и даже оплачивают все счета. То есть нет никакого обмана и никаких происшествий. Тест на честность, да? Да, интересно, а что будет, если мы в городе поставим что-нибудь наподобие такого и укажем реквизиты? Люди будут просто выбрать или будут все-таки оплачивать? Как вы считаете? Мне кажется, будут платить, потому что вообще это очень хороший способ торговли. Почему? Потому что не надо никуда бежать, искать товар, стоять в очереди, да? Да, еще бы то же самое с подарками делали. Допустим, взяли ювелирные украшения, положили и реквизиты, да? Да, да. И стоит на дороге. А минувшим днем в Якутии отмечали день ювелира. Кто диктует моду в ювелирном мире? Почему якутянки предпочитают национальные украшения и почему китайские подделки уже не раздражают местных ювелиров, а наоборот мотивируют? Расскажем далее. Ювелир Владимир Шадрин третью неделю трудится над заказом известного в Якутии модельера Абгустины Филипповой. Изделие сложное, но интересное. Подобные заказы будят творчество и фантазию, и порой забываешь о времени, говорит мастер. Если вдохновение пойдет, возьмешь карандаш и начнешь рисовать, у тебя сразу все получится. А бывает такое, берешь листок, карандаш и начинаешь рисовать, и не получается, не получается. В один прекрасный день идешь и смотришь, допустим, что ты нарисовал, и вроде бы ничего. Чтобы ювелирное украшение понравилось заказчику или покупателю, мастер вкладывает не только свое вдохновение и талант, но и физические усилия. Ведь ремесло требует и грубой силы, и аккуратности одновременно. Если изделие получается гармоничным, как по форме, так и по содержанию, на прилавках магазинов не залеживается. Мода на национальные по-прежнему востребована. Это все связано с самоидентификацией, выражением себя. И, конечно, сейчас есть такой тренд, когда мы пытаемся, наоборот, еще больше углубиться. Если раньше были более модными этнографии XIX века, то теперь больше интересно людям XVIII, XVII век. Ну и, конечно, здесь способствовали выходы фильмов на тематику, тот же Дагун Дархан, например. Якутские женщины во все времена предпочитали серебро, чем золото. С одной стороны, верили в силу как оберега, к тому же оно было и остается доступно по цене. Были времена, когда женщина во многом ее вообще достоинство, ее вклад в обществе оценивался только ее фертильными возможностями. Сколько детей она родила, сколько потомков оставила. А сегодня все-таки мир изменился, к счастью. И женщина теперь она сама по себе личность, сама по себе ценность. И поэтому я считаю, что нельзя женщине, которая только в преклонном возрасте, наконец-то смогла осуществить свою мечту и купить полный комплект украшений, запрещать носить ей. Но все равно должно быть чувство гармонии. Кстати, якутские ювелиры, которых прежде возмущали китайские подделки, сейчас считают, что они, наоборот, подстегивают интерес женского пола к украшениям. Мы подумали, что все же китайцы, то, что копируют, они являются тоже продвижением нашей традиции. Так как детские ансамбли, естественно, они одеваются много, там 20 человек, или там хор какой-то, взрослый даже. И они все одевают китайский, во-первых, это легко смотрится, все равно традиции передается. Когда она девочка, она покупает китайское. Когда она становится девушкой, ей уже мама или родственники дарят, дарят уже что-то серебряное маленькое. Потом она уже вырастает, становится, уже работает. И она, естественно, покупает себе серебро, серебряное украшения более большие, уже и линкобегер. Сегодня в моде все архаичное и оригинальное. Ее диктуют сами потребители. Мы лишь удовлетворяем спрос, говорят. Ну, достаточно красивые украшения. Очень здорово, что сейчас национальные украшения становятся модными. Ну да, мне кажется. Мне кажется, даже наши национальные ювелирные украшения сегодня в самом таком тренде. Почему? Потому что они прекрасно сочетаются с одеждой в стиле old money, да? Или тихая роскошь. Как раз классика. Ну вот я как человек, который приехал в Якутск из Центральной России и всегда любила носить золотые украшения. Но я познакомилась, конечно же, с якутским серебром и с якутскими национальными украшениями. И влюбилась. Просто да. Я очень сильно влюбилась в них. Теперь у меня в моей коллекции есть пара якутских сережек и, конечно же, украшения на шею. И мало того, что полюбила я, так я еще заставила полюбить свою маму якутские украшения. А какие у вас украшения якутские национальные? Мне тоже нравятся национальные украшения. Я их редко ношу, но, в принципе, они такие классические, что их хоть куда, хоть в пирк, хоть в мир. Например, в театр можно надеть нагрудные украшения, те же серьги, да? Или, допустим, какие-нибудь кольца красивые. Да, да. Ну вот в скором времени, я думаю, еще скоро подойдет гость, и мы тоже узнаем, о чем могут рассказать. Ну а сейчас мы дадим слово нашим коллегам, и в скором времени скоро вернемся к вам. Да. Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. Закон о тишине и единое время запрета на шум с 23 часов до 7 утра планируют установить во всех регионах России. Документ также определяет единое время проведения шумных строительных работ с 9 утра до 19 часов с обязательным перерывом с 13 до 15 часов. Исключительно в будни. Кроме того, жильцы смогут назначать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний для проведения профилактики и выявления нарушений запрета на шум. Новым проектом предлагается ввести штрафы за первое нарушение тишины от 500 до 2000 рублей. При повторном нарушении штраф вырастет до 5000. Ну а офис «Мои документы» в Якутске вновь принимает заявление на оформление нового загранпаспорта. Как сообщает пресс-служба, предварительная запись для данной услуги доступна на официальном сайте центра в разделе «Оформление загранпаспорта нового образца». Напомним, прием заявления на оформление новых загранпаспортов в Якутске был приостановлен с 13 октября. Также услуги центра «Мои документы» в Нерюнгре были временно приостановлены и о возобновлении приема граждан в данном офисе информацию предоставят отдельно. В межсезонье к перевозкам приступили суда на воздушных подушках. Желающие добраться в Нижний Бестяк смогут отправиться туда с двух мест городского пляжа и 203 микрорайона. Всего курсируют 20 воздушных подушек с режимом работы с 7 утра до 6 вечера. Пока что пассажиров не так много, но с полным закрытием движения паромов их количество увеличится. Сами суда будут работать в зависимости от погодных условий. По словам замдиректора Олена Водсервис, данный транспорт способен выдержать температуру до минус 35, а срок эксплуатации можно продлить при должном содержании. Эксплуатация срок, ну вы знаете, на нем можно ходить, менять, постоянно заказывать эти баллоны. На нем можно менять ходовую часть, менять двигатель, менять все баллоны, скейги, парашюты, юбки. Можно ходить, да ходить, конечно. Надо за ней смотреть, влаживаться надо. Тогда техника будет работать. А мы то и делаем, только влаживаемся, чтобы отработать месяц осенью, месяц весной. По проекту «Содействие занятости населения» безработные граждане осваивают востребованные профессии. Так, в квартале труда проходят курсы по шитью в мастерской к эдам. Опытные наставники в доступной форме объясняют материал, учат правильно выполнять простые и сложные швы. По окончанию краткосрочных курсов слушатели получат свидетельства. Отметим, что на курсах обучают по многим программам, в том числе профессиям фармацевта, бухгалтера, повара, а также цифрового куратора. Есть определенная категория граждан, которые могут пройти обучение. Это у нас в приоритете мамочки, находящиеся по уходу за ребенком до трех лет. Также граждане предпенсионного и пенсионного возраста. В этом году у нас добавились категории граждан. Это участники специальной военной операции и их семьи также могут пройти обучение бесплатно по данному проекту. Помимо этих курсов у нас реализуются и другие программы. Это фельдшер, фармацевт, цифровой куратор, интернет-маркетинг, бухгалтерские аудиты. В следующем году пособия по беременности и родам вырастут в полтора раза, а через год в два раза. При этом бюджет соцфонда в 2024 году, согласно прогнозу, составит более 16 триллионов рублей. Также увеличен так называемый детский бюджет, в рамках которого выплачиваются пособия, связанные с материнством и детством. Например, пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам в следующем году вырастут в полтора раза, а через год в два раза. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Ну а сейчас в Якутске проходит выставка ювелирных украшений. И сегодня у нас в гостях Анна Гуляева, координатор ювелирной выставки. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые телезрители. Доброе утро, уважаемые ювелиры и огранщики нашей республики. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех ювелиров и огранщиков нашей необъятной республики с их профессиональным праздником. Желаем вам неиссякаемой энергии и вдохновения. Ну а мы присоединяемся к вашим поздравлениям, конечно. И расскажите немного о самой выставке. Как шла выставка, как идет выставка? В пятницу у нас состоялось торжественное открытие выставки. Прекрасное открытие, где на выставке представлено около ста эксклюзивных изделий. Задействованы практически все ювелирные предприятия, отдельные ювелиры, самозанятые. В общем, очень уникальная коллекция эксклюзивных изделий у нас в Сокровищнице Якутии. Какая подготовка, расскажите, была к этому мероприятию? Подготовка, так, эту выставку мы проводим уже второй год. В прошлом году проводили первые лучшие ювелирные изделия Якутии 2022. В этом году тоже мы решили сделать ее ежегодной, где спрос увеличивается. Спрос участников и спрос зрителей увеличивается, скажем, с годом. Просто невероятный поток. В прошлом году мы проводили две недели, где многие зрители сообщили нам, что им не хватило, и хотели бы еще, могли бы мы продлить эту выставку. В связи с этим в этом году мы увеличили сроки и увеличили до трех недель. В этом году выставка пройдет у нас с 23 октября по 10 ноября. Это здорово. Кто же диктует ювелирную моду? Кто диктует ювелирную моду? Сами люди, я считаю. Сами люди, сами ювелиры. Это все-таки творческая профессия, на которую нужна муза, вдохновение. И от этого и выходят тренды, я считаю. А куда же попадают лучшие работы эксклюзивные? Лучшие эксклюзивные изделия мы ежегодно отбираем. Существует экспертная комиссия у нас в Гохране, Якутии. Это сотрудники Министерства финансов Республики Сахая, Якутия, сотрудники Гохрана и, соответственно, эксперты государственного хранилища, где ежегодно мы закупаем эксклюзивные изделия в нашу коллекцию Госфонда Республики. В этом году тоже самое. Мы будем рассматривать и закупать эксклюзивные изделия, самые лучшие из лучших. Значит, лучшие из лучших будут уже в хранилище. Да, будут в хранилище и демонстрироваться в сокровищнице Республики. Хорошо. А выставляются ли работы на всероссийских каких-нибудь конкурсах? Да, конечно. Сами ювелиры, сами ювелирные предприятия, они, конечно, это все курируют и знают, где что проходит. Всероссийские международные выставки, они все участвуют, занимают призовые места, становятся победителями либо номинантами. Сейчас, наверное, уже известны имена дебютантов, кто в первый раз участвует в выставке. Да, в этом году впервые у нас участвует такой выпускник Якутского художественного училища Станислав Казаренко. Он выставился с авторской коллекцией коллекция «Снежных очков. Нежный взгляд». Очень удивительные работы. Приходите, посмотрите. Очень интересные работы. Он основывался на музейных экспонатах «Снежных очков». И уникальность этих работ в том, что он поменял механизм. Это нужно видеть. Его очки изготовлены из серебра и из латуни, кунского волоса и бисера. Расскажите нам, как девочкам, которые любят все-таки украшения, какие же тренды в этом году актуальны? Традиционных украшений или, может быть, простых ювелирных украшений? В этом году, если посмотреть всю экспозицию, очень много изделий, больше уклона национальные мотивы. Но и хотелось бы отличить ювелира. Сокольников, знаете, такой ювелир. Он создал коллекцию, очень необычная коллекция каникулы у бабушки. Вот он тоже выставился у нас на выставке. Сокольников, фигуры, ювелир. Тоже необычные подвески. Это очень тоже интересно. Приходите посмотреть. Как здорово, что на данный момент сейчас традиционное, все начинает возвращаться, и это становится очень модным. Да, да, да. А наподобие каких-нибудь драгоценных камней у вас что-нибудь есть такое интересное? Или только серьги и традиционные украшения? Кроме этого, да. Да, да, да. И солото, и серебро традиционное в основном так и есть. Но что же еще якутяне, которые придут на эту выставку, могут увидеть на вашей неделе, можно сказать? Вы даже? Так как организаторы, главными организаторами выставки являются Гахран Якутии, совместная ассоциация ювелиров Арктики и Якутским художественным училищем, мы создали ювелирную неделю, запланировали, в которой у нас проходят лекции встречи с научными сотрудниками, мастер-классы для всех жителей по изготовлению различных ювелирных изделий прямо на месте. То есть вы приходите к нам в сокровищницу, посмотрели, вдохновились нашими эксклюзивными изделиями наших мастеров знаменитых, и не только, а и после проходите на мастер-класс. Скажите тогда, чтобы все, кто хочет прийти, скажите, где проходит выставка еще раз и когда можно посетить? Выставка проходит у нас 23 октября по 10 ноября в Сокровищнице Якутии по адресу Кирова, 12, 3 этаж, номер телефона 425290. Пронируйте заранее свой визит. Спасибо вам большое. Хотим вас поздравить еще раз с вашим праздником. Вам пожелать, конечно, много, чтобы пришло к вам гостей. И вам хорошего дня и удачной недели, отличного настроения. Спасибо, ждем вас. Спасибо и вам того же. В вашей выставке успехов, а ювелирам удачи. Спасибо большое. Спасибо. Наверняка люди, имеющие в коллекции эксклюзивные ювелирные украшения, очень богаты. Однако можно вкладываться не только в драгоценности. Житель Санкт-Петербурга, частный коллекционер и галерист Никита Унксов более двух десятков лет собирает куклы Барби. Экспозицию насчитывает более 500 экземпляров. Ты знаешь, у нас в Никутске тоже много коллекционеров. Не будем далеко ходить. На НВК Саха есть режиссер Дмитрий Андерсон. Так я однажды видела у него удивительную коллекцию оловянных солдатиков. А еще у него большая коллекция значков. Чего там только нет. Это очень здорово. Давайте посмотрим про Барби. Наш герой начал интересоваться игрушками еще с малых лет. Далее этот интерес вырос уже до хобби. Ну а сейчас Никита Унксов является известным галеристом в северной столице нашей страны. Большую часть детства и начало ранней юности я прожил в Париже. А тогда как раз появилась кукла Барби. Ну а я был, несмотря на то, что мы жили в Париже в вполне приличном месте, на авене Морзавета, 4-й квартал, такое вполне респектабельное место, рядом был большой игрушечный магазин. И тогда появились только-только первые Барби. И мне, как советскому ребенку, было очень неудобно на них даже смотреть. Потому что, вы представляете, в витринах лежит голая тетенька. Она не совсем голая, она в купальнике, но все. Она не одет купальник и туфли, больше ничего. А для советского ребенка, который привык к пупсам, и к пупсам сильно одетым, это выглядело как что-то. И мне вот я так проходил, смотрел искосы, отходил, потом снова подходил искосы. Сегодня Никита уже имеет свой даже музей с игрушками, где представлена лишь часть коллекции Унупцева. Всего около 150 экземпляров, специально отобранных кураторами. Звезды кино и эстрады, топ-модели и, конечно же, самая первая Барби в знаменитом полосатом купальнике. По словам галериста, каждая кукла представляет срез времени. Барби – это не детская игрушка. Не говоря уж о том, что есть Барби таких серьезных серий, там, диоровских, все в бриллиантах, золоте, и стоят они. Изначально несколько тысяч долларов. Ну а дальше их стоимость только растет. Ну и потом вот у меня в коллекции есть одна из любимых моих персонажей – это вот красная шапочка. Для хранения коллекции Унупцева выделена отдельная квартира. Многие куклы хранятся в невскрытых коробках, что придает им еще большую ценность. Дело в том, что настоящий коллекционер собирает так. Он покупает Барби, она лежит в коробке, коробка лежит в еще одной коробке, и он ее никогда из коробки не достает. Есть специальный такой термин, что куклы, которые никогда не доставляются из коробки. Посетить выставку можно до первого декабря. Так что если вы вдруг посетите город от Санкт-Петербург, то смело можете забежать в этот уникальный авторский музей Никиты Унцева. Зоя Николаевна, а вы верите в гороскоп? Вы знаете, особо не увлекаюсь, но когда подруга мне присылает то, что пишут о Стрельцах, я, конечно, интересуюсь, и, ты знаешь, многое совпадает. Ну, а я вот по гороскопу телец, и бывают временами, я очень люблю почитать, что же меня ожидает, или посмотреть по телевидению. Кстати, к чему я это говорю? К тому, что именно сейчас мы узнаем, какой гороскоп нас ожидает на этой неделе. Овен. Представители огненного знака найдут равновесие между работой и отдыхом. Профессиональные задачи, которые раньше приходилось решать в режиме жесточайшего напряжения и стресса, вдруг начнут получаться в спокойном и легком темпе. Вполне мирно и даже безмятежно. Финансовая ситуация тоже улучшится, так как овны найдут баланс между доходами и тратами. Телец. У представителей земного знака появится реальный шанс избавиться, например, от курения, или же изменить образ жизни в пользу более здорового и активного. В работе тельцы будут проявлять обычную системность и настойчивость, что поможет справиться с запутанными ситуациями. Финансовая ситуация также обещает быть стабильной. Близнецы. Жизнь поставит вас перед некими альтернативами, выбрать одну из которых будет крайне сложно. Впрочем, принимать решения до воскресенья не стоит, равно как и предпринимать активные действия любого рода. Лучшей тактикой в профессиональной сфере станет выжидание и затягивание решений. Финансовая сфера, напротив, потребует настойчивости и смелости, предоставит возможности для увеличения доходов. Рак. Резкие переходы от радости к тоске, от любви к ненависти и, наоборот, порядком вымотают представителей водного знака. Лучшей рекомендацией может стать концентрация на интеллектуальных и технических задачах, решение которых поможет отвлечься от нестабильных эмоций. Финансовая сторона жизни будет достаточно устойчивой. Лев. Неделя даст возможность многим разобраться в своих истинных чувствах и эмоциях. Поездки или путешествия лучше в этот период не планировать, равно как и шоппинг. Здоровье будет достаточно стабильным, а улучшить его можно, пересмотрев свой режим в пользу более гармоничного, соответствующего природным ритмам. Финансовое положение во многом будет зависеть от партнеров, как по бизнесу, так и по отношениям. Дева. Вы захотите перемен в жизни и можете неосмотрительно начать их осуществлять. А вот делать этого не стоит, во крайней мере, до первых чисел ноября. Не стоит менять работу, партнеров, друзей и жизненный уклад в этот период. Сдержанность и умеренность – лучшая стратегия для поведения как в профессиональной сфере, так и в романтической. Весы. Неделя обещает быть очень интересной и насыщенной разными необычными событиями. Вы получите возможность сделать шаг в неизвестное, как в профессии, так и в романтической сфере. Выиграть приз могут те представители воздушного знака, кто меньше всего будет терзать себя сомнениями и колебаниями. И сам нужно вспомнить свои детские эмоции, когда окружающий мир казался увлекательным и интересным, и каждый день приносил новые открытия и приключения. Скорпион. Почти всю неделю вы будете заняты решением материальных вопросов, проявляя при этом большую ответственность и рациональность. Хороших результатов достигнут те, кто занят в сфере финансов, строительства, промышленного производства и добычи природных ресурсов. Финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне позволят оказать существенную помощь близким людям. Стрелец. Возможности показать себя, свои способности и таланты будут вдохновлять, после чего принесут признание и восхищение окружающих. Здоровье обещает быть хорошим, финансовое положение стабильным, а романтическая часть жизни принесет много радостных эмоций и впечатлений. Профессиональная сфера особенно порадует стрельцов, занятых творчеством и искусством. Козерог. На этой неделе вы особенно подвержены импульсивному проявлению своих чувств. Раздражение от обычных рутинных забот будет присуще практически всем козерогам, и сублимировать негатив помогут банальные занятия спортом, силовые упражнения и выматывающие физические нагрузки на организм. Те, кто смогут пережить период перед лунным затмением, окажутся не то чтобы выигрыши, но по крайней мере без существенных потерь. Водолей. Вы будете ярко ощущать приятные эмоциональные моменты, коих на неделю будет достаточно много. Работа порадует успехами, а некоторых оценят руководство и коллеги. Вполне заслуженное признание получат те, чья профессия связана с медициной, психологией, социальной сферой, творчеством и искусством. Финансовое положение будет достаточно хорошим, а возможности для его улучшения появятся уже в следующем периоде. Рыбы. Возможно, вам все будет представляться в мрачных тонах. Справиться с такого рода состоянием рыбам помогут друзья, а также акцентирование внимания на хобби и увлечениях. Профессиональная сфера будет стабильной, но некоторым будет казаться, что перспектив все же недостаточно, поэтому и желание работать не усилится. Финансовые поступления будут своевременными и предсказуемыми. Ну а на этом наш эфир подходит к концу. Зоя Николаевна, спасибо вам большое, что сегодня помогли мне провести это прекрасное утро с нами и вместе с нашими телезрителями. А нашим телезрителям хочу пожелать хорошего настроения и хорошего удачного дня. Спасибо родному каналу за возможность снова окунуться в атмосферу утреннего эфира. Всего доброго! Завтра встретимся в этом же месте в это же время. Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok